Здравствуйте, друзья! С вами, как всегда, Александр Смоль. Сегодня займемся просто укладкой кварцевинила, елочкой. В зависимости от конфигурации помещения, выбирать стену, откуда будете производить укладку, тоже может быть различная. Если у вас четкий прямоугольник, то от оконной стены к выходу мы же будем делать укладку от керамогранита и делать стык кварцевинила с керамогранитом под дверным полотном. То есть укладку будем производить от двери к лоджии. Если следовать инструкции по укладке, классическим вариантам елочки, что рекомендует производитель? Собрать первые четыре ряда от стены до стены, отцентровать так, чтобы крайние плашки были меньше чем половина, отцентровать параллельно стене, провести линию параллельно стене и обрезать все плашки. Обрезанную часть пододвигаем к стене и продолжаем укладку. А отрезанные части пригодятся при завершении работы. На мой взгляд, этот способ имеет место жить, имеет место быть, но мне проще, что я вам сейчас покажу, как я выполняю эту укладку без дополнительных всяких обрезаний, нумерации плашек и так далее. Итак, первое. Перед началом укладки нужно определиться, от какой стены будем производить саму укладку. В классическом варианте у нас имеется прямоугольное помещение, окно, стена с окном. И начинается укладка от этой стены к выходу из помещения. Учитывая конфигурацию данного помещения с присоединенной лоджией и в коридоре, в смежном помещении, уже выложен керамогранит, мы будем стартовать от этой стены и к окну. Я недаром делал акцент на толщину плашки, на толщину подложки. Почему? 95% заказчиков желают видеть напольное покрытие в своей квартире в одном уровне. В прихожей у нас выложен уже керамогранит, соответственно, мы стяжку заливали таким образом, чтобы учесть толщину подложки, толщину выбранного кварца винила, чтобы все это было в одной плоскости. Итак, начинаем укладку. Разложили наши плашки на плашки А, на плашки Б, в связи с тем, что у них различные замки, левые и правые. Берем плашку А, произвольно на глаз располагаем ее под углом 45 градусов к стене. Берем плашку Б, соединяем с плашкой А. Важно в этом моменте не было выступа между двумя частями, чтобы замок не прыгал. А для удобства работы я еще рекомендую делать следующее. Плашка А смотрит влево, плашка Б смотрит вправо. Подписать, чтобы потом не вспоминать, где и что. Дальше снова идет плашка А. И таким образом укладывается вся змейка. Итак, мы выложили начальный участок нашей змейки. Плашки А, Б, А. И так и чередуются. Отцентровали между противоположными стенами. Дальше проверяем, помещается сюда целая плашка, не помещается. Тогда центруется наша змейка ровно посередине помещения. И также центруется наша змейка по линии выступов углов плашек параллельно стене. И, соответственно, параллельно кварц-винилу. Стык будет у нас, напоминаю, под полотном диверной коробки. Итак, мы собрали незавершенную змейку и отцентровали ее. Каким образом? Чтобы крайние плашки у нас были приблизительно одинакового размера и меньше, чем целая. Далее, если провести линию по вершинам плашек Б, то эта линия будет параллельно основной стене с дверным проемом и перпендикулярно смежной стене. Всегда старайтесь соблюдать категорацию помещения по возможности углы 90 градусов. Это потребуется не только для укладки напольного покрытия, для мебели и прочего, прочего, прочего. Теперь необходимо обрезать в нужный размер завершающую плашку первой змейки. Вариантов массы покажу один из самых простых и доступных. Проводим линию карандашом. Ну, плашку вставили сюда в замок. И теперь замеряем длинную часть плашки нашей с учетом зазора по этой линии. 490 миллиметров. Отмеряем 490 миллиметров. В нашем случае достаточно одной отметки, потому что у нас четко сплобированы углы 90 градусов. Далее берем угольник. Прикладываем к нашей риске. Делаем надрез ножом и ломаем. Для продолжения укладки нарезаем плашки и собираем всю нашу конструкцию в сторону дверного проема и стены. Для того, чтобы создать упор и смело укладывать все остальные плашки. Замеряем короткий участок очередной плашки. 428 миллиметров. Отмеряем от начала. Берем угольник. И по угольнику отрезаем. И соединяем. При укладке елочкой сталкиваешься с ситуацией, когда надо соединить два разношерстных вида замков. Узкую часть, маленькую часть замка с широкой частью замка. Ну, скажем так, маму с папой. И наоборот. Широкую часть замка с узкой частью замка. Для этого сначала заводится узкая часть замка, опускается плашка, приподнимается этот край и подводится в маленький замок. И потом все это дело требуется добить со всех сторон. Итак, мы выложили несколько стартовых рядов для того, чтобы создать упоры по краям стен и непосредственно к стенам, чтобы продолжать укладку. И сформировали ровный зазор 3 миллиметра между керамогранитом и кварцвинилом. После всей укладки шпателем мы краешек кварцвинила приподнимем и приклеим его, ну, естественно, под грузом полиуретановым герметиком. И впоследствии шов заполним красивым силиконовым герметиком в цвет или керамогранита, или в цвет кварцвинила. Но это уже по желанию заказчика. А недоложенные сегменты мы оставим на закуску, потому что обрезков будет много, чтобы не портить новую плашку. Продолжаем основную укладку всей поверхности. Самое сложное и ответственное – это начало укладки. А дальше все просто. Замеряются плашки, в размеры укладываются, но обязательно не забывать про криньи. Они продаются комплектами, называется набор для укладки ламината. Криньи служат для создания упора между краем плашки и ламинатом, потому что мы все плашки подбиваем друг к другу, чтобы и замки не расходились, и не было смещения. Подбивать советую с завидной регулярностью, скажем так, со всех сторон. Вот так выглядит итоговый вариант укладки кварцвинила классической елочкой. Осталось установить мебель, смонтировать плинтуса и смонтировать натяжной потолок. За счет фрезерованной фаски, о которой я говорил раньше, все плашки смотрятся отдельно, ярко выраженными, не сливаются друг с другом, что в итоге придает особый вид общей картине. Много споров на ютубе, в том числе и в комментариях на моем канале. Кварцвинил – это порезанный линолеум, проще керамогранит постелить, проще линолеум простой и прочее, прочее, прочее. Все очень просто. Выбирая тот или иной вид напольного покрытия, надо учитывать несколько факторов. Это стоимость самой продукции, дополнительные материалы, допустим, если керамогранит, то потребуется грунтовка и плиточный клей. И самое главное – учитывать стоимость работы по укладке того или иного материала. Ну и, естественно, технические характеристики и немаловажное значение имеет также эстетическое восприятие готового результата. Для примера, средние расценки укладки кварцвинила елочкой по Москве в районе 1200 рублей за метр квадратный по площади пола. Это без учета подготовки поверхности. Палубная укладка где-то в районе 500 рублей. А учитывая все вышеизложенное, вы сделаете правильный выбор, учитывая свои интересы, свой интерьер, свой кошелек, На этом сегодня все. С вами, как всегда, был Александр Смолин. Подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм. Всем здоровья!